сейчас мы соответственно по заявкам по просьбам зрителей по просьбам моих учеников в том числе расскажем вообще с чего начинается борьба соответственно если человек начинает бороться и мы входим только в клинч и это захвата захвата с первой так сказать стыковки с первого клинча или руки у нас идут изнутри либо руки у нас снаружи но нам важно контролировать дистанцию противника и контролирует руки то есть контролирует в данном случае локти соответственно если я иду изнутри я кладу руки внутрь если я если он уже положил руки внутрь я должен как минимум прихватить его локт ну это начали таскать базы газы в данном случае мы начнем раз такую вещь рассматривать когда он положил мою свои руки внутри просто фиксирует их я положил соответственно свои руки снаружи вот так взял его локти сильно взять надо локти прям пальцами пицца в его пицца в его мышечную структуру и здесь также руки у нас не расслаблены такой ребра жесткость у нас вот таком положении находится что внутри данном случае я да что я снаружи ну так при этом у нас плечевой пояс и спина достаточно свободная вот наша задача подвигаться с ним как мы представляете такая окружность мы эту окружность вращая и сами вокруг это окружности ходим но при этом круг у нас не смыкается вот это овал такой не допускаем круг не смыкается мы держим этот круг таким образом мы учимся сначала противника двигать мы учимся распределять вес тела партнера чтобы вес тела ходил с ноги на ногу и мы смотрели в какой момент мы можем взять ту или иную ногу здесь очень важно распределение веса. То есть мы готовим себя к проходу в сингл лэг, к проходу в одну ногу. Это очень важно. Просто так тупо идти в ногу, а тем более, если она напряжена, нагружена, то мы ее просто в место не оторвем, еще и сами как бы отдадим спину и так далее. То есть мы начинаем двигаться. То мы идем вперед с ним, то мы идем назад, то мы начинаем крутить. Я иду шаг вправо делаю, тяну его за левой ногой и тяну соответственно его это плечо за левой ногой. Видите, то наоборот шаг влево, тяну за правой ногой, то опять на него пошел вперед, то на себя его тяну. Наша задача чувствовать здесь руки и двигаться. Сюда, сюда, порулил. Поднял здесь немножко, видите, дисбалансирую его. Еще раз. Поднял, дисбалансирую его. Дисбалансирую и шагаю левой ногой назад. Вот он пришел ко мне. В это время я уже могу атаковать. Либо наоборот иду в него, он вышагивает, шагаю левой ногой вперед, правой ногой назад. И опять дисбалансирую, руки меняю. Вот такое движение делаю. Очень важный элемент. Смотрим внимательно опять. Мы здесь были, иду в него вперед, шагаю сюда, шагаю сюда, шагаю сюда и поднимаю его руку. Опять помогаю сюда, поднимаю его руку. Тяну на себя опять. Сюда хрустил. Мы поняли, как двигаться. Поняли, как делать базовые такие аспекты. Один из первых, так сказать, аспектов. И теперь будем забирать ногу. Каким образом мы будем забирать? Вот он. Соответственно, мы двигаем здесь вот так, или мы входим в одну, и входим в другую сторону. Теперь смотрите, я делаю шаг назад, его тяну к себе. И вот этот дисбаланс, вот он. Видите, я поворачиваю руки, подбрасываю этот локоть и двигаюсь вперед в него. Мне нужно разгрузить его, эту ногу. И забираю ее. Обязательно шаги вперед сделать. Мне нужно, чтобы он двигался. Если я остановлюсь, он сразу будет загрузить мой захват, он сразу будет наступать на свою опорную ногу, которую я поднял. Еще раз были здесь, все. Пал и в него. Это мне в перспективе позволит развить свое действие, сделать уже бросок. То есть, мы сейчас просто подводимся к броску. Мы учимся забирать ногу, до броска еще не дошли. Опять, все было здесь. Сейчас другую сторону сделаю. Пал, вода раскрыл и в него пошел. Локти узко, захват, все, голова здесь. Шею причем прикрыл. Еще раз. Иду на движение, все, мои руки тут. Кладу в другую сторону. Перед него. Еще раз. Пал, воде в воду. Перед него и тут. Аспекты захвата. Как мы делаем захват? Есть разные варианты захвата. Сейчас расскажу про тот, который непосредственно сейчас показываю. Какая рука, соответственно, моя? Его дисбалансирует, поднимает, подбивает этот локоть по сути. Она же и прихватывает. То есть, я беру, прихватываю сейчас внешней рукой. Мой большой палец устремляется мне в грудь, как будто ткнуться, я в грудь пальцем хочу. Моя ладонь смотрит вниз. Вторая рука ладонь в ладонь. Мой локти должен быть узким. Если будет вот так, ему проще будет контратаковать, ему проще будет раскрыть мое локоть. То есть, я забираю ногу его вот таким образом. Вот таким. Видите, я подсаживаюсь, у меня вес села чуть-чуть на мысочках. Я иду вперед в него. То есть, мне нужно разгрузить его. Иду головой вперед, его плечом вперед, но шею прикрываю. У меня спина. Шея прикрыта плечами монолитно. Вот тут. Даже если он захочет за голову меня схватить, он мне не стащит, потому что я его скину. Если я вот так буду с ключами опущенные, у меня за голову так просто свалит сюда. И дилетину он мне может в любой случай взять, если у меня вот так шея. Если у меня вот так шея, возьми голову. Я могу просто этим движением скинуть его. Если я на руку хочу забрать, то я могу его тоже скинуть. То есть, шея прикрыта вот так плечами, это очень важная тема. Соответственно, что? Захват. Ладонь в ладонь. Локти узкие, идут вперед в него. Вот тут. Видите, здесь расстояния нет никакого. Голова не на животе. Если голова будет на животе, он у меня ляжет, будет грузить, у меня будет сложность. Вот тут. Вот так. Теперь элементы захвата. Взял захват. Смотрите. Локти у меня узко. Бедрами зажал его голень. Видно? Если я поменяю вот так захват, то мой локоть этот оттопыривается. Он спокойно мой захват вот этот может просто за запястье возьмет кимуру. Либо просто этой рукой сорвет его. Видите? И освободит ногу. Вот такой захват сорвать гораздо сложнее. Он накрыт. Видите? Какое у него здесь можно в контре действие? Он той рукой может мою руку, локоть раскрыть. Вот так, локоть. Но это ему нужно уже знать, этот материал, да? То есть, я как бы здесь не даю ему эту руку раскрыть. Если он туда будет тянуться, то я здесь уже могу взять его голень и бросить его. Вариантов его защиты много. Но мы сейчас говорим о самых начальных первых вещах. Алис, три поищи, три поищи. Давай, давай, давай. Давай.